Привет! Состоялся релиз первой бета-версии iOS 17.5 и давайте посмотрим, что нового в этой прошивке. Это обновление доступно для всех устройств, начиная с iPhone XS и выше, а также iPhone SE второго поколения и выше. Вместе с этим обновлением Apple также выпустила первые бета-версии для iPadOS 17.5, WatchOS 10.5, TVOS 17.5, HomeBot OS 17.5, Mac OS 14.5 и версия 1.2 для Vision OS. Размер этого обновления 6 ГБ и это связано с тем, что при таких обновлениях операционная система записывается заново, поэтому такой большой объем. Номер сборки этой версии 21F5048F. Для стран Евросоюза появилась возможность загружать приложение не с App Store, даже не с альтернативных магазинов приложений, а просто с сайта разработчика. Выглядеть это будет примерно так, вы заходите на сайт банка, почему нет, и точно так же, как и на Android системе, просто скачиваете файлик этого приложения и устанавливаете, собственно, на свой iPhone. Очень здорово, очень круто, но, к сожалению, это работает только в странах Евросоюза. В коде iOS 17.5 было найдено упоминание о том, что количество циклов зарядки в будущем можно будет смотреть и на iPad. Единственное непонятное, это будет доступно для всех планшетов, либо для планшетов, которые мы с вами ждем, iPad Pro, iPad Air нового поколения, которые должны быть либо в мае, либо уже на WWDC нам покажут. Но если уж там не покажут, то, скорее всего, вместе с релизом новых iPhone. Было бы, да, очень интересно иметь такую возможность, как на серии iPhone 15, посмотреть количество циклов зарядки, так же и на iPad. В стандартном приложении книги или books, около нашего профиля, появилась новая опция, которая называется «Цели по чтению». Здесь указывается, что мы быстро можем узнать свой ежедневный прогресс и делиться этой информацией. Здесь также мы можем выставлять цели, сколько книг за год хотим прочитать, ну и также, сколько времени мы тратим на чтение книг. В принципе, очень интересно, наверное, для тех людей, кто читает книги и не может от них оторваться. К сожалению, я к этой категории людей не отношусь, но, если честно, очень прикольная штука, я бы и с удовольствием пользовался. Немножко поработали над виджетом подкастов, теперь он меняет цвет в зависимости от того эпизода подкаста, который вы слушаете. Например, если вы включаете подкаст с зеленым оформлением, то и виджет становится зеленым. Ну, а если мы выберем, давайте с вами, например, «Радиотей», кстати, очень хороший подкаст, нажимаем «Воспроизводить», и у нас иконка принимает тот цвет, который имеет оформление подкаста. Очень прикольно, но не знаю, насколько часто я этим буду пользоваться. Вообще, виджет подкастов для меня это очень такая сомнительная история, но для тех, кто этим пользуется, очень даже прикольно, вроде как мелочь, а приятно. Если мы зайдем с вами в настройки конфиденциальности и безопасности и промотаем вниз до вкладки «Доступ к ключам для входа в браузер», теперь у нас здесь появилась иконка, в то время как на iOS 17.4.1 этой иконки не было. Напоминаю, что в нашем Telegram-канале мы разыграем вот такую вот док-станцию, с помощью которой вы можете зарядить свой iPhone, Apple Watch, ну и еще какое-нибудь устройство, например, AirPods. Обязательно переходите по ссылке и участвуйте в розыгрыше. Также Apple обновила свой пакет приложений iWork, в который входят Numbers и Note Pages. Это такой аналог Microsoft Office для Apple. Здесь было добавлено очень интересные фишки. Я пользуюсь исключительно только Numbers, но если вы используете пакет iWork, то обязательно обновите эти приложения. Обновления доступны на iPhone, на Mac, на iPad, в общем на всех устройствах. Что касается релиза Note, то ни iOS 17.5, ни iPadOS 17.5 в этот список не попало, зато попали все остальные операционные системы, macOS, tvOS, watchOS и даже visionOS. Скорее всего, Apple нужно чуть больше времени для того, чтобы предоставить нам эту информацию. Также есть информация, что AirDrop в этой версии стал работать немного быстрее, я бы не сказал. Вообще, я никогда не испытывал проблем передачи файлов между двумя айфонами, по крайней мере точно. Ну, если мы не говорим о каких-то больших размерах. Но в интернете есть информация, что на 17.5 Beta 1 AirDrop стал работать еще более быстрее. Что касается общей производительности системы на iPhone XS, все выглядит достаточно плавно, никаких проблем я не наблюдаю. Единственное, что немножко напрягает, это то, что устройство опять начинает ни с того ни с сего греться. Вообще, я заметил, что после каждого обновления, спустя несколько часов, устройство находится в таком состоянии, что оно горячее, несмотря даже на то, что особо оно не используется. Видимо, в фоне происходят какие-то процессы, которые тратят очень много энергии с телефона и, собственно, он греется. Но с точки зрения производительности и плавности системы никаких проблем, вы видите, не происходит. iPhone работает быстро, шустро, никаких, опять же, подвисаний, лагов, фризов нет. Если мы говорим с вами о работе от аккумулятора, конечно, выводы делать рано. Прошло всего лишь около 12-13 часов с момента выхода этой бета-версии. И устройством нужно попользоваться, чтобы давать какие-то объективные оценки. Но мне почему-то кажется, что на первых бета-версиях вообще не стоит обращать внимание на работу от аккумулятора. Все-таки упор здесь идет на какие-то, возможно, новые фишки, какие-то оптимизационные моменты, но не на работу от аккумулятора. Основная часть работы аккумулятора будет у нас ближе к финальным релизам. Ну а так, вроде iPhone ведет себя как обычно, как и на прошлых бета-версиях. Сажается аккумулятор точно так же. Никаких новых вещей я здесь не увидел. Эта бета-версия не приносит практически никаких интересных изменений, поэтому я вам не советую устанавливать ее на свое основное устройство. Конечно, может быть, имеет смысл установки этой бета-версии для людей, которые живут в ЕС и хотят установить какие-то сторонние приложения. То тогда можете установить и посмотреть, как оно себя будет вести. Ну а в общем и целом для остальных пользователей, особенно из России, я не вижу вообще никаких серьезных изменений. Да, поправили какие-то фиксы, да, добавили какие-то новые фишки, но они не настолько кардинальные для того, чтобы можно было брать и устанавливать эту бета-версию на свое основное устройство. Вот такая вот получилась первая бета-версия iOS 17.5. Чтобы не пропустить новые видео, на канал обязательно подпишитесь. Дальше больше. Всем здоровья и пока. Субтитры сделал DimaTorzok